Самое время оставаться с собой, самое время браться в школу сил, когда со своей судьбой ты один на один. Самое время доказать, что любовь к родине – категория незабываемая, особенно для человека творческого. Георгий Андреев уже несколько лет выступает с вокально-хореографическим ансамблем. В репертуаре есть и эстрадные песни, но особое отношение он испытывает к песне военных лет. Со всем сердцем отнеслись к этому конкурсу, тем более в нем такая патриотическая, такая добрая тема, которая должна быть известна всем, и поэтому мы готовились со всей душой. Фестиваль проводится более 10 лет. С каждым годом участников становится все больше. На отборе 39 номеров. Это в общей сложности около 200 участников. Лучшие попали на галоконцерт. Три номинации – солисты, вокалисты, бардовская песня. Оценить талант участников оказалось не так просто. Подбор, да, действительно был жесткий. Жюри у нас беспристрастно подошло к этому фестивалю, и поедут нас представлять действительно ребята с большим талантом. Тематика песен, представленная на фестивале «Пою моё отечество» широка и разнообразна. Но прежде всего это подвиг русского солдата. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В номинации соло лучшей стала Анастасия Паншина. Лидерами среди вокальных коллективов оказались вокально-хореографический ансамбль «Надежда России», «Друзья» и хор «Черноморская волна». Победители представят город на зональном фестивале в Славянске-на-Кубани. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ